Сейчас такую погоду жаркой не назовешь. Дожди нормализовали температуру. Но синоптики говорят, в Центральный Федеральный Округ идут воздушные потоки из Средней Азии, которые поднимут столбики термометров до 30 градусов. Вот и в Орле же в ближайшие три дня холодно точно не будет. Ближайшие трое суток ожидается временами дожди. В отдельных пунктах, возможно, сильные. Ветер восточный, умеренный, при грозах усиления ветра до 17-18 метров в секунду. Температура постепенно будет повышаться 29-21-26 градусов, 30-31-25-30 в отдельных пунктах до 32 градусов. Июнь уже почти прошел. Он отличился довольно-таки жаркой погодой. Но аномальной ее все же не назовешь. С скорой помощью этот месяц прошел спокойно. Сейчас медики, можно сказать, отдыхают. В прошлом году приходилось выезжать по 400 раз в сутки. А бывало и такое, что машин не хватало, хотя в автопарке 25 бригад. За первый месяц этого лета такого ажиотажа не было. Случаев теплового удара не зафиксировано. Но все же медработники готовятся к очередной жаре. От них пара советов. Хотелось бы сказать населению, особенно тем, кто страдает заболеванием сердечно-сосудистой системы и другими хроническими заболеваниями, нужно не забывать принимать таблетки, как вам прописано, в обычном режиме. Постараться соблюдать режим труда и отдыха. Естественно, поменьше находиться на открытом солнце, поберечь себя, может быть, немножко. Если вспомнить прошлое лето, то оно начиналось точно так же, с дождей. Жители нашего города в еще одну такую аномальную жару не верят. Но все же многие к ней морально готовы. Ну как пенсионеры могут переносить жару? Тяжело, конечно. А ждем, не ждем, а что ждать? Придет, придет, не придет. Будем отлеживаться, отсиживаться на даче. Но если случится так, что снова будет так же жарко, у меня для этого есть все. Легкая одежда, обувь и все остальное. Я готов. Переносим нормально. Главное, чтобы вода была. Это все остальное ерунда. Итак, к пятнице до 32-х. А дальше будем надеяться, что лето будет обычным, в меру жарким и в меру дождливым. Алина Чабан и Денис Еременко для программы Оперативный эфир.